Пенсионное обеспечение вдов. В окончательном чтении Верховный Совет ПМР принял законопроект, дающий право вдовам военнослужащих получать две пенсии – свою и по потере кормильца. Условие – женщина не должна вступить в новый брак. После подписания закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Парламентские новости далее. В Приднестровье появится новый закон, регламентирующий регистрацию геномных данных человека. Это поможет оперативно раскрывать преступления, эффективнее искать без вести пропавших и устанавливать личность человека. Законопроект депутаты приняли во втором неокончательном чтении, сообщает пресс-служба Верховного Совета. На данный момент в республике законом регулируется только использование дактилоскопических данных человека. Но на месте преступления злоумышленники не всегда оставляют отпечатки пальцев, а биологические следы криминалисты находят чаще. Закон о государственной геномной регистрации определяет, что геномной регистрации в обязательном порядке будут подлежать только граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также все категории преступлений против половой неприкосновенности. В базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, и биологический материал умерших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной. Чтобы закон о геномной регистрации мог вступить в силу с 1 января 2022 года, необходимо внести изменения в несколько законов. В Приднестровье разработали закон по организации парковок. Определенных условий и требований к парковкам сейчас нет. В новом законопроекте прописаны все нормы. Правительство вышло с инициативой создать правовые основы организации парковок, а также возложить на государственные администрации городов и районов полномочия по созданию парковок общего пользования. При этом необходимое количество парковочных мест для стоянки транспортных средств согласно законопроекту будет определяться в соответствии с градостроительными нормативами. Документ депутата Верховного Совета рассмотрят на пленарном заседании в первом чтении. Депутаты Верховного Совета Антона Нуфренко и Григорий Диченко вышли с законодательной инициативой и предложили отменить норму закона, которая обязывает заключать договор на обслуживание водомеров. Депутаты приняли решение в рамках профильного комитета создать рабочую группу по изучению вопроса и дальнейшей реализации возможности перейти на схему обслуживания водомеров, аналогичную обслуживанию газовых и электрических счетчиков. А пока депутаты комитета по вопросам АПК будут рекомендовать Верховному Совету принять в первом чтении изменения в закон о питьевом водоснабжении в ПМР.